здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пётр и сегодня мы поговорим о картошке бульба как ласково называет нас белоруссии наш второй хлеб это как бы будет не совсем правильно сказано у нас первый хлеб она у нас бывает и утром и вечером и в обед картошка у нас целый день исходит со стола так вот многие как бы садят картошку из года в год садят и удобрение вносит вроде бы все правильно и картошку садят а приходит осень и копают червивое погрызенное страх посмотреть что сделать для того чтобы ваш картофель даже этих элитных сортов на которые вы отдали большие деньги вырос хорошим порадовал вас не только большим урожаем но и красивым клубни были красивые что необходимо для этого сделать давайте будем разбираться ну значит что мы будем есть луночки при посадке картофеля так вот не забываем что картофель нравится не только нам людям но нравится различным вредителям а это может быть и проволочник это и колорадский жук это и хрущи которые находятся в почве это все нападает у наших клубни и начинают их подъедать ну защититься от этой напасти очень очень легко не всегда надо прибегать к помощи сильной химии во первых уметь количество всех этих вредных объектов на картофеля можно простым способом значит для этого нам надо понадобится хвойный экстракт хвойный экстракт который есть в продаже и нам придет на помощь тоже картофель значит что мы сделаем берем картофель нарезаем на кубики примерно сантиметр на сантиметр ну там величина не так важна и вот берем хвойный экстракт наполовину разбавляем водой и этот клубни в этом экстракте выдерживаем сутки он сутки лежит в этом экстракте напитываться хвоей. И потом при посадке картофеля мы где-то через 2-3 луночки бросаем каждую луночку по такому кубику картофеля с хвойным экстрактом. Значит, этот хвойный запах почва сохраняется очень долго, он стойкий. И наши вырезители не ползут до нашего картофеля. Они обходят наши посадки стороной. Это очень хорошая биологическая зашита картофеля. Следующий способ тоже очень простой. Нет у вас хвойного экстракта. Возьмите, купите пропорат актелик. Опять же, развери актелик по инструкции на 1,5-2 литра воды. Какая там емкость у вас попалась. И опять же, те же кубики картофеля обмакиваем тоже сутки, выдерживая в этом растворе. Актелик также имеет очень такой неприятный, стойкий запах. И опять же, эти кубики через 2-3 луночки покидали-покидали, значит, уже вредители не поползут до вашего картофеля. Ну, следующее очень доступное средство, которое всегда есть под рукой, что можно положить. Это зола. Кубень бросили, золой припудрили. Вот. Но потом есть же нюанс такой, что золу нельзя мешать с минеральным удобрениями, потому что она как бы их нейтрализует. Поэтому сделаем золу, клубень положили, засыпали золой, после этого присыпали землю и только после этого положили, что минеральное удобрение сверху. И ваш картофель даст прекрасный урожай и будет чистым. Есть и другие средства отпугнуть этих вредителей от клубней вашего картофеля. Ну, тоже такой же простой и доступный. Это сосновая хвоя. Сосновая хвоя, чем она хороша? Она защитит ваш картофель не только от вредителей, но и от болезней. Берем хвою, эту хвою измельчаем на мелкие кусочки. И вот эти кусочки, значит, садим клубень и сверху немного этой хвои бросаем. Ну, буквально там щепотку хвои. Этот запах, значит, защитит от вредителей и также от болезней. Ваш картофель будет более чистый и здоровый. Это очень действенное такое средство. Ну, также наши производители заботятся также о нас. Поэтому, кроме вот изолы, и актелика, и прочих, значит, мы что можем сделать? Мы можем внести препараты группы Профит. Препараты группы Профит, они будут защищать наш картофель как от болезней, так и от вредителей. К примеру, с этой линейки, что можно добавить? От болезней мы добавляем триходерму. От вредителей метаризиум гриб. Вот. Ну, есть такой смесь, что метаризиум плюс баверия. Это очень действенное. Оно помогает как от болезней, так и от вредителей. Вот. Используйте эти препараты. Поверьте, что то, что вы заплатите, окупится вам большим урожаем хорошей, чистой картофеля. Чего вам и желаю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова